450 мл – вот та доза, которая может спасти человеческую жизнь. Сегодня донорами крови стали те, чья работа лечить людей. Больше 50 врачей пришли на ежегодную акцию, чтобы отдать свою кровь, помочь спасти чью-то жизнь. В медицинской сфере есть служба, которая очень важна для всей медицины, но которую обычный обыватель практически никогда не видит. Это служба крови. Это служба, которая на сегодняшний день поставляет нам препараты крови, которые компоненты крови, без которых невозможно спасать жизнь тяжелым пациентам. Такая акция проходит ежегодно, поэтому медики уже знают порядок прохождения процедуры. Ренат Газизов работает не так давно, но за время студенчества неоднократно становился донором. Поэтому такие процедуры, как анкетирование, анализ крови на группу и резус-фактор, проверка гемоглобина, посещение терапевта для измерения давления для него привычны. У меня высокий гемоглобин, и поэтому мне крови никогда не жалко. После сдачи у меня всегда хорошее самочувствие, для меня это вообще никакой не ущерб. Мы часто проводим трансфузии пациентам крови. Я понимаю, что кровь нужна, и поэтому я прихожу всегда с улыбкой и хорошим настроением сдавать кровь. Ренат – молодой и здоровый донор, но иногда врачи дают медотвод от процедуры. Причиной может стать пониженный гемоглобин или давление, обнаруженный во время осмотра или анкетирования. Это важный момент, поскольку у получателей снижен иммунитет, и малейшая ошибка может обернуться для них тяжелыми последствиями. Среди пациентов, которые нуждаются в переливании крови, 70% получили травмы. Также донорская помощь нужна во время операции и при лечении сложных заболеваний. Цельная кровь, которая фракционируется потом уже в дальнейшем в центре крови, фракционируется на эритроцитный содержащий компонент, эрзвесь, и на жидкую часть крови – это плазма. Плазма замораживается и хранится на карантине 4 месяца. И только после этого, когда человек повторно приходит сдавать, плазма выпускается уже в лечебную сеть. После донации собранную кровь отправят в медицинские организации области. В распоряжении банка крови каждый день есть около 300 доз компонентов всех групп и резусов. Самые распространенные группы крови в нашей области – первая и вторая с положительным резусом. После акции специалисты рассчитывают закрыть двухдневную потребность медицинских учреждений в крови и ее компонентах. Сейчас в банке центра 68 литров. Ежедневно донорами становится около 50 человек.